Всем приветики. Доброе, доброе, доброе утро. Доброе время суток. У кого какое. У меня завтрак. Завтракаю макарошки, спагетти поломные и помидорки. Я сказала, что у меня помидорки закончились. Я наврала. Они у меня не закончились. Прикиньте, вчера. Что-то там с цветочками своими это. Вожусь, выглядываю в окно, а у меня помидоры там. Откуда? Сейчас расскажу. У меня здесь вот на этом окне, на кухне, с той стороны, расслеем анюкиноглазки. И в анюкиноглазках вылез. Они же цвели, все на улицу были. И там вылез этот помидор один. У меня как-то он рос и рос. Думал, он зачахнет. А он рос, вы представляете. Я его взяла и пересадила туда, в цветы. Воткнула. Это место было пустое, свободное. Я его воткнула под окнами. Ну так, когда и цветочки поливала, и там его польюла. Особо так не ухаживала, ничего за ним. А тут смотрю, там помидорище вот такие лежат, здоровые. Ничего не ухаживала, ничего. Ну почва там это самое получше, как говорится. Поэтому я теперь с помидорами сейчас. Я вам ставлю, как я вчера срывала. А то не поверите, что это дома срывало. Смотрите, какие помидоры у меня выросли. Я их не видела. Ничего с ними не делала. Вот еще. Ничего себе. Вот это да. Это знаете где? Вот где цветочки вот тут вот росли. Вот это вот. У меня в этих вонютиных глазках было тросочки. Я воткнула и все. А сегодня в окно смотрю, а у меня помидоры наросли. Так, завтракаю что? Вермишель, я сказала, помидорки. Помидорки с лучком. Еще не сильно поспела, а вкусная. Так, и чай у меня. У меня чай. Чай в пакетиках закончился. Это чай заварной. Без сахара. Мне кто-то спросил, а вы кофе без сахара пьете? Да, кофе я пью без сахара, девочки. Кофе я пью без сахара. Все это вкусненько. Вермишель. Это у меня от Сужины осталось. На ужин у меня была вермишель и куриная печенка. Просто пожаренная с луком, с морковкой. Ну и там соус был как... Ну водички немножко добавляла. Потому что печенку я в муке обваливала. И чуть-чуть прям водички какнула, и оно как в соусе слегка было. Ну вкусненько было, вкусненько. Ну печенку мы съели, конечно. На завтрак без печенки зато. С домашним огурчиком. Я хотела прорастетить свое и рассказать. Смотрите. Садила пеларгонию. Вот это красивое у меня было. Красное, махровое. И оранжевое. Так, это я потом доеду. И оранжевое. В общем, зашло. Из шести семечек зашло пять. В итоге. Вот. Ну надеюсь, что будет все нормально с ними. Я их уже все распикировала, рассадила по маленьким вот таким стаканчикам. По рюмочным вот по этим вот. Все. Пусть растут. Ну не знаю. В общем, здесь два оранжевых и два красных. Но я потом прочитала. Это просто картинка оранжевая была. Это вроде как бы ярко-красная. Ну не знаю, посмотрим. Так. Шла. Тут ходила на Велдберрис. Забирала семена фиолетовой пеларгонии. Выписывала. Ну я походила. У нас здесь не было нигде. Я пришел сюда. И вот здесь вот у нас напротив дом. Там женщина насадила хризантемы. Белые. Они так мелковарстые. Ну как мелковарстые. Вот так такие, наверное, цветочки. Небольшие. Небольшие. Нездоровые вот эти вот. Вот такие вот. Ну они прям все усыпанные. Я не знаю, что это. Ну какая-то китайская, наверное. Такие. Я не знаю, будет она их выкапывать или нет. Короче. Сорвала букетик. И начленковала. Захотела таких этих самых. Ну не знаю. Будет что, не будет. Натыкала все тут в одну. На раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять штук сюда натыкала. Ну какие примутся, какие не примутся. Я вообще не знаю, что такое. Вот это вот бегонию свою. Сколько я уже черенковала. Сколько я уже отростков этих продала. Вот это вот начеренковала. Ну да, начеренковала, посадила. Ее обрезала. А эти поставила листья на укоренение. Представляете, они у меня не это самое. Они у меня гниют и пропадают. Никогда такого не было. После того, как я научилась их размножать, и все нормально было. А тут вот я не знаю, что с ними. Не знаю, что с ними. Вот, ну и посеяла красивую петунью. Виолетовую. Так, проветривать надо. Прямо сразу стаканчики в отдельные. Потому что, знаете, что, один зашел, один не зашел. А уже сейчас нужна будет подсветка, я поставлю. И влага на этом пакетике. И их надо сразу, как вылезать, надо будет на свет, чтобы они не вытягивались. Вот те еще успели по световому дню. А эти вот как-то не это. Поэтому я их в отдельные, ну, рюмочные вот такие вот стаканчики маленькие. Посадила. Ну, не знаю, какой цвет будет. Надеюсь, что тот, который на это напишет, прям там так написано. Фиолетовый. Сейчас я вам покажу. Надо было сразу меня захватить. Эти-то я захватила, приготовила вам похвалиться. А эту забыла взять. Красивую. Сейчас я их принесу. Похвальбишка еще та. Вот такие вот, короче, вот такие вот у меня уже все зашли. Вот это, видите, пеларгония Грандифлора Мавик Скарлетт. Видите, она как оранжевая вроде. Но написано ярко-красная. Если ярко-красная, то вот это вот тоже зональная. Горизонт Дипретт. Гибридные это, гибриды. Вот, но это вот тоже красная. А вот это вот я фиолетовую выписала. Нано. Она низкорослая. И на ней очень много вот цветов. Нано фиолетовая. Так и написано фиолетовая. Вот если такие цветы будут, то я прям вообще вот очень рада. Ну, посмотрим. До чего доводит жар. Выпотрошила, высушила, выпотрошила. Короче, вот где не увижу семена бархатцев. Я кинулась, у меня их полно было в деревне. Было полно. То ли с переездами куда эти семена, то ли что. Короче, я вот это вот кинулась, хотела посадить. И возле дома, и на даче не мешало бы посадить. У меня их нету. Ну, что делать, покупать? Я покупала там пакетик малюсенький. Что взошло, не взошло. Это несколько вот этих вот. А стоят они, я не знаю, рублей 20, наверное. Так я от жадности находила. Так, вот это вот смесь какие-то желтые. Вот возле электромира. У нас там цветы росли. Я назвала тогда полно. Вот это вот у меня высокие желтые. Картошечки, скажу, высокие желтые. Возле Лондон-Сити гостиница у нас. Возле нее нормала. Так, а вот эти красные, это вот у соседнего дома там росли. Тоже она собирала по Носею. Короче, по Носею. Черномрыцем. Так что, маленькая счета. В общем, короче, где-то. Кстати, там вот росла красная пеларгония. Простая, обычная. На улице. Мы со своим шли. Я раз, оторвала. Маленький этот. Он у меня, ну, у меня это, ну, растет. Корней так еще не видно, но это видно, что не пропадает в этом случае. В этом случае не пропадает. Вот поэтому это... Ой. Корень. Поэтому, ну, это самое. И после того, как я его стащила, один росточек, потом смотрю, на следующий день его... На следующий или через день его не стало. Ладно, на сегодня. Вообще это, как говорится. На дачу хотели. У нас пошел дождь. У нас еще деревья там, ветки недообранные. Не знаю, сыром дождь прошел. Пока, наверное, их уберем сюда вот, где вход у нас. В уголочек там ничего нет. И там ничего не будет расти. Просто будет. Просто трава просто будет. Туда перенесем. Потому что нам надо пахать огород. До морозов успеть пахать. Вот. Еще там этот перегной надо... Не перегной, а этот у нас компост. Порассыпят по этому самому, по участку. Вот. Короче, дела-то есть. Но дождь, не знаю. Вчера тоже уработались. Допоздна там сидели. Работали. Ну, как допоздна. С обеда и что до шести мы. Работали. Спина опять схватилась. Что-то я со спиной вообще. Вот. Я обрезала эти вьющиеся клематисы. Вот. И там еще виноград какой-то. Ну, виноград вроде как бы не надо обрезать. Я его не стала обрезать. В том году у них там какие-то тилозы оставались. Поэтому я его не стала не обрезать, ничего. Не знаю. Может его как распутать с проволоки. Там, видите, там проволока. И просто так его не это. Они бьются по проволоке. Я прям так срезать не срезала. Я его так сначала сдирала. Потом снизу подрезала. Пойдут на укрытие винограда. Там у нас два вида, два сорта. Изабелла еще там было чуть-чуть. Такие маленькие чуть-чуть веточки были. И один какой-то еще отошел. Вот остальные, не знаю. Ну, пока не убираем, укроем. Может быть с корня еще все-таки надеемся, что может пойдут. Может не пойдут. Ну, не пойдут, не пойдут весной. Иначе берем там эти шпалеры, распашем, что-нибудь посадим. Вот такие вот дела, девочки. Вот такие вот дела. Смотрела Ира мне. Ира Леверк скинула фотку. Она делала. Я не знаю. Ну, сказала наличие похоже. Перец, помидор, морковка и лук. Все перекрутила на мясорубке. И, ну, сварила. И, как это говорится, такая получилась закуска вкусная. Ну, попробуйте, кстати, сделать. Сейчас помидоры у меня на спеют. Вот эти вот, если мы их не съедим, то можно попробовать сделать. Остальное все есть. Лук. Лук-то мы купили. Целый мешок. Тридцать килограмм. Ну, неплохой лук. Покупали в светофоре, девочки. Не гниет пока. Вот тут вот. Разложили по ящикам. Такой прям вот. И когда перекладывали, ни одной луковички. Вот подпорчено не было. Прям, ну, мне пока, пока мне понравилось. И он так сухой. Головочка вот эта, знаете, где вот перышки откуда растут. Она должна быть сухая. Если она сухая, то они будут хорошо хранить. Но он так и назывался. Лук длительного хранения. Вот. Не знаю, как он выращит. Что он вы сейчас начнете писать там. Что там в светофоре, да там специально для него выращивают гибридов. Да, специально отдельно поле для светофора. А в другие магазины то же самое привозят. Вот поэтому. Про колбасу там надо писала. Ну, как сказать. Она везде, колбаса везде паршива. Что не возьмешь, колбасы нормальной нет. Колбасы нормальной нет. Берешь, что в море возьмешь, что это. Это вот у нас был свой магазин, красуцкий. От мясокомбината. Там вот хорошую продавали. И то, не всю. И то потом начали. Вот это рублевая была колбаса. Кто знает, как говорится, мы на ней выросли в 90-е годы. Она была такая, да даже не в 90-е, когда я сюда приехала, в 80-е. Она вот, ее берешь, там прям кусочки, не знаю, чего там было, мяса, не знаю, что с чего. Может, там она тоже с отходом рублевая была, дешевая. Но там и жир был. Ее положишь на сковородку, нажаешь, там столько жира, туда еще картошки можно было набухать. Или макароны, или гречки. Ну, что это вот. Оно такое было вкусное, тушенки не надо. А сейчас ее берешь, она, ну, не леверная, но типа того, вообще. Поэтому, почему про это говорить? Научили нас, как это говорится, американцы научили нас жить. Это ж вот в 90-е, как Союз Америка развалила, так и пошло вот это дело. Что не колбаса, то дрянь. Что не эта, то дрянь. Пичкать всякую хренатень. Короче, вот так вот. Ладно, девочки, поболтала с вами. Это я уже без вас даем, а то некоторых смущает тут, как я ем. Кто-то сказал, аппетитненько кушайте. Вот я тех, кто аппетитненько, написал мне, что я кушаю аппетитненько. Я кушаю. Кто-то сейчас напишет, что вы это... Ну, два дня у нас вот выпало. Два хороших дня, девочки, выпало. Пятница. Кстати, в четверг, перед отъездом в Новосибирск, мы были на даче, работали. Я же снимала видео, вышло. Вот. Пятницу мы были в Новосибирске, но это нам вот, ну, хоть куда, никак направление дали. Нам надо было крайне ехать. То есть, без этого никак. Вот. Тем более, мы ждали это направление. Вот. В субботу, во-первых, мы проспали, и мужу надо было на работу. С тремя часами на работу, то есть мы пообедали. С утра там делать нет, там с утра холодно. Вчера уже было холодно. Мы после обеда поехали, и дубак такой был холодно. Вот. Ну, когда работаешь, оно как стекло вроде как бы. А с утра там вообще 0 градусов, 1, это я знаю. Да днем-то было на 7 градусов, мы поехали еще более-менее. Ну, а 0, все как-то. Ну, в принципе, как это говорится. У меня тут, знаете, что? Что-то я смотрела, не смотрела. Половина сидела в телефоне. Половина слушала. Даже не знаю, что за передача была. А не Малахов или песня. В общем, не буду врать, девчонка. Говорит, ну. Блин, ну как же это? Сейчас, подождите. Ой, короче, девочки. Так, давайте, вот так вот, чтобы меня было подальше видно. Забыла? Нашла, нашла. Одни лысеют, другие болезненно к этому относятся. Вы знаете, а я так это, ну, как сказать, применила вот к тем хейтерам, которые, знаете, пишутой, бабуля старая, на меня-то вот это вот. Ну, сейчас перестали писать, потому что я, ну, знаете, к этому отношусь ровно. Так вот, я перенесла вот это, хочется всегда хейтерам сказать. Ну, одни стареют, а другие болезненно к этому относятся. Так вот, я старею, ну, а вы, естественно, болезненно к этому относитесь. Так, синяк, это, знаете, это я кровь сдавала. Такой синячок. Так, это это, заряжается. Как-то высказывает, который. Ой, ну, пилка такая. На батареках. Сучка, рез. Удобная штука. Вот такие вот деревья, девочки. Спиливает. Ну, все. Помидорки прям сахарные. А что за помидоры, не знаю. У них какая-то пипка сверху еще вырастает. Ну, вот тут вот, не да, где плодоножка. А с обратной стороны, где жопка. Какая-то пипка вылезает, такая вырастает. Сейчас покажу. Вот, смотрите, видите, ну, не мытый помидор, что я положила это. Видите, помидоры и вот это вот, видите, как пипка вырастает. А что за сорт, не знаю. Ну, вкусные вообще. Вкусные. И ведь, знаете, легкие заморозки были. И ведь, знаете, легкие заморозки были. А это нормально, и ничего, и подморожье, и ничего. Все, дичури. Пока, доем без вас. Вкуснятину. С вами делиться не буду. Не подумайте, что я жатину. Самое мало. Я шучу, конечно. Все. Сейчас нормально скажу. Все, мои хорошие. Вот. Деньги я вот только на это, на все остальные семена я тратить даже не буду. Перец, свой круглый, собрала семена. Дыню, не знаю, буду садить или не буду. Тыкву собрала. Так что помидоры желтые собрала. И купила я два сорта новых. Посмотрю, что это будет. Еще буденок куплю. Посажу корни два сорок. Ну, корни пятьдесят посажу. Мне вот за глаза хватит, короче. Не буду я их не подвязывать, ничего. Вот как посажу, пусть растут, как растут. Вон, выросли. И тем более я их посадила, они уже позднее-позднее. И сделаю так, что некоторые я даже просто посею в почву. У меня свекровь, она никогда рассады не занималась. Она всегда села просто вот в лунке. Посеет и всегда вырастает. Ну, попозже, конечно, были. Попозже. Хочется пораньше, но пораньше я посажу. Пораньше посажу, остальные. В общем, короче, теперь я проведу. Такие-такие посажу. И посмотрим, что будет. А то, может, как ее... Они быстрее вырастают. Они не болеют. У них посадила, они сразу и растут, и растут. Ну, как не болеют? Не болеют вот при пересадках, я имею в виду. Если когда зараза нападет, конечно, не будет болеть. Вот, поэтому на следующую весну я обязательно посажу просто в лунке. Просто в лунке. А что у нас раньше помидоры-то были? Один сорт. Как-то придешь на рынок. Морозоустойчивые. Или как-то они их называли. Знаете, какие крепыши были это. Ну, помидоры, ну, среди помидоры-помидоры. Потом вот это пошли. Бычай сердце сажать, да всякую. А сейчас этих сортов черт ногу сломит. Поэтому, не знаю, сейчас вот эти вот еще посажу. Мне там посоветовали еще желтые какие-то, но я же не могу столько сортов надо садить, девочки. Вот, если меня этот не устроит, я тогда уже другие посажу. Все, спасибо, похвалилась. С вами похвалилась. Все. До завтра. До завтра. Приятного всем аппетита. Кто-то в данный момент вместе со мной кушает. Там завтракает, обедает или ужинает. Это без разницы, потому что все в разное время меня смотрят. Это у меня без пятнадцати девять утра. А у вас-то кто в Москве будет меня смотреть? Это уже без пятнадцати час. У нас обед уже будет. А кто-то вечером вообще будет смотреть. Поэтому пока. Всех люблю. Красивая девочка Галя вас всех-всех любит. Пока.